Всем привет! Сегодня хочу вам показать свой любимый блеск для губ. Это вот такой блеск для губ из серии A1 True. Это питание и цвет. Он состоит не из одного цвета, а тут перемешано три оттенка. Сначала я как-то не очень сильно обращала внимание на этот блеск. Никогда его у меня не было. Но в одном видео девушка очень хвалила его. И я себе купила. И сейчас это просто самый мой любимый блеск для губ. Это сейчас я вам покажу. Это поставлю. Значит серия питание и цвет. Это вот последний. Здесь это вот следующий будет действовать каталог. И здесь вот последний цвет. Он называется у нас Violet Beauty. Значит под номером идет 30. Плохо видно. Сейчас скажу вам. 30. Так где мои очки. 39 415. Питание и цвет. 6 миллилитров. Он довольно таки много здесь его. Я вставлю видео, покажу поближе как он на губах. Но мне, еще раз повторю, он очень нравится. Он так хорошо, ровненько ложится на губах. Такой дает приятный блеск. И смотрится не как-то дешево. А вот, как говорят, по-богатому смотрится. Очень хорошо лежит на губах. Ничего не скатывается. Никакого дискомфорта. Все очень хорошо. Поэтому вам всем просто советую. Обратите внимание на вот эти блески для губ. Питание и цвет называется. Да, живленья и колер. В этом 9-8 каталоге, конечно, не очень хорошая цена будет на него. Бывает он и подешевле по акциям. Здесь он будет стоить 80 гривен. Но, еще раз повторяю, присмотритесь вот к этим блескам. Здесь он, конечно, смотрится темнее. Вот в каталоге. Ну, может, даже цвет передан и правильно. Но вот, когда смотришь в тюбике, то вроде кажется он темный. Но на губах он смотрится намного светлее. И такой цвет универсальный. Он подойдет и блондинкам, и брюнеткам. Поэтому обратите внимание. Сейчас это действительно мой самый любимый блеск для губ. Ну, и раз уже зашла о моем любимом блеске для губ, то еще хочу показать вам на данный момент, чем я пользуюсь и что мне очень нравится. В первую очередь хочу показать Perceive Dew от Avon. Советую на теплое время года, на лето попробовать этот аромат. Очень хороший, свежий, стойкий. Вот я его чувствую на себе очень долго, на волосах, на теле. Поэтому присмотрите. Взяла маленькую версию, вернее 30 миллилитров. Я думаю, что на лето мне вполне его хватит. А потом еще посмотрю, может, уже действительно куплю и полноразмерную версию. Так, дальше. Советую, вот, присмотритесь к такому дезодоранту от Garnier. Garnier Mineral. Дал эффект чистоты 48 часов именно вот с такой бирюзовой крышечкой. Это роликовый дезодорант. Я его роликовый дезодорант и как-то так в последнее время не очень жаловала. И уже потихоньку отходила от них. Но потом все-таки я рассказывала, была хорошая акция на этот дезодорант. И я купила. И совершенно не пожалела. Ну да, конечно, он такой мокренький такой, да. Нужно некоторое время подождать. Но он, честно говоря, быстро высыхает. Но какой здесь аромат. Мне так нравится. Такой действительно, это запах чистоты. И вот что-то, чистота еще с чем-то таким вот свежим. В общем, очень-очень советую. Кто покупает именно роликовые, вернее, шариковые дезодоранты, то вот именно к этому присмотритесь. Был у меня и с розовой крышечкой. Был у меня с такой, по-моему, зелененькой крышечкой. Но вот этот очень-очень приятный. И просто всем советую. Так, дальше. Дальше вот так пользуюсь таким кремом. Геолурогель от Миксы. И кто смотрит мои видео, видели, что я показывала этот крем по кубках. Как-то его немножко отложила, не пользовалась. Сейчас начала пользоваться. Вот. И, ну, конечно, на такое теплое время года, на лето, он немножко такой жирноват. Я все-таки искала именно 10-процентный. Что был здесь? Вот, десяточка была. Так, сейчас где фокус? 10-процентный. Но на лето, скорее всего, подойдет 7-процентный. Здесь состав глицерина. Да, глицерина. Вот. Потому что 10-процентный, он все-таки жирноват. Он такой плотнее. И, наверное, все-таки нужно было бы мне тогда купить 7-процентный. Ну, а сам крем хороший. Мне нравится. Кто еще вот присматривается к этим кремам от марки Микса, то берите, не пожалеете. Вот. Но еще раз повторю, на лето берите 7-процентный, а на зиму тогда уже подойдет 10-процентный. Но все равно я им пользуюсь как ночным кремом, поэтому меня, в принципе, пока сейчас все устраивает. Так, ну и еще один продукт, который я так хвалила, так радовала, что я его купила. Это спрей для волос с трояндовой водой, с розовой водой. 150 мл. Марка Лаки Дэй покупала в Ассенсе. Очень мне понравился аромат этого спрея. На волосах действует хорошо, неплохо. Но я от него кашлять начала. Вот не знаю, почему кашляю. Просто после где-то второго, третьего пшика сначала вроде ничего, а потом просто такое першение в горле, и хочется моментально выйти из ванной комнаты, чтобы просто вдохнуть свежего воздуха. Точно такой же у меня была, такая же реакция была на дезодорант для интимной гигиены от Фаберлик. Там цветочник какой-то был тоже. Я просто задыхалась, кашляла. Но этот не так, а от того, от Фаберликовского дезодоранта. Я просто, просто задыхалась. Вот, и тут, представляете, то же самое. Но я даже не знаю. Теперь я не могу вам его посоветовать. Тем более, здесь написано, что этот спрей больше всего рассчитан для детей. Вот, чтобы у деток, когда расчет, эти волосы не запутывались. Вот, ну а теперь даже вот не могу вам сказать, хороший он или нет. Для меня это, конечно, большой минус. Я просто, просто выбегаю из ванной комнаты и кашляю. Поэтому вот так, вроде бы в начале было хорошее впечатление, а сейчас вот попользовалась. И вот такая неприятность. Все, вот немножко сегодня рассказала о своих любимчиках. Советую присмотреться, попробовать. Ну, а вам всем хорошего настроения. Удачи и пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok